Здравствуйте, дорогие Битли театра! В эфире передача Мой Си Евьяный Шар. Сегодня с нами артистка Воронежского Каменного театра Татьяна Бабенкова, которая на премиях называется Бабенкова. Для меня и для нас всех она навсегда останется Бабенковой. Молодой, красивый. Привет, Таня. Привет, Илюш, привет, ребята. Да, со всеми поздоровалась, замечательно. Ну, Танечка, смотри, у нас вот мы сколько не брали интервью, сколько мы со всеми не разговаривали, как выяснилось, артистов-то у нас и нет. У нас есть летчик Сережа Бурунов, футболист Саша Петров, стендап-комик, мексиканская певица, официантка, кого только нету, но нету... Неужели ты первая? Так я артистка единственная в этом кино. Единственная? Ну, не вот... Или сейчас выяснится, что ты тоже, я не знаю, дизайнер интерьеров. Я экономист. Ну, все отлично, наконец-то все нормально, потому что я тоже не режиссер, и все прекрасно. Поэтому такое хорошее кино, потому что нет артистов. Поэтому как бы, ну, в чем-то. Вот, ну, замечательно. То есть ты как бы училась на... На экономиста. Я немного простужена, извиняюсь. Это прекрасно. Большое прощение. Училась я изначально, да, на экономическом факультете, и получила высшее образование первое там. Как и Петров. Поэтому вы так хорошо как бы сработали. Так, Воронеж, город Воронеж. Да, да, да. У меня просто нужно было свалить из школы, это была моя потребность, несмотря на то, что я круглая отличница. Кто бы сомневался? Есть хоть один человек, люди, вот, напишите, я сомневался, что она круглая отличница. Я сомневался, что она как бы за золотую медаль готова была удавить кого-то. Красные дипломы везде. Ну, это понятно. Нет, ну, дело не в этом, на самом деле, бывают и липовые отличницы, и я липовая отличница. То есть мне всегда ставили пятерки, не понимаю, по каким причинам. Но, слушай, это такая скучная тема, я не верю, что ты будешь задавать такие скучные вопросы. Нет, подожди, ты хочешь сказать, что ты, на самом деле, ничего не знала? Нет, я знала, но я знала в рамках школы, для того, чтобы... То есть у тебя обычные знания, но за красивые глаза ты там себе получала как бы... Ну, не за красивые, наверное, меня многие недолюбливали, учителя, женщины. А как тебе ставили? Ставили, потому что я знала в рамках школьной программы, не более. То есть у меня не было, знаешь, такого... Потому что ты уже была хорошей актрисой и могла, как бы, немножко подобмануть. Мне ставили за то, что я сидела и мечтала. Мне всегда родителям говорили, ну, она сидит и мечтает. Я смотрела всегда в окно и мечтала, как свалить из этой школы. Очень-очень-очень похоже на тебя. Хорошо, ты свалила из школы, поступила куда-то там. Знаешь, получилось так, что меня сестра моя пригласила выступить за ее факультет, спеть песню. А кто у тебя сестра, родная? Нет, это двоюрная сестра. Да, и она... Двоюрная. Двоюрная. Она похожа на тебя? Нет. Абсолютно. Не полезут искать, знаешь. Те, кто потерял надежду, чтобы ты им ответила, знаешь, они могут полисить с тебя. Ну, ладно. И все. И она мне позвала и говорит, Тань, пожалуйста, за наш факультет спой. И я приехала, и я спела за факультет. И ко мне подошел ректор этого института и сказала, что, а на каком вы факультете учитесь? И я такая растерялась. И так как я человек, ну, не умеющий врать, я говорю, ну, да, я не учусь у вас. Она говорит, да ладно. Я говорю, да, меня бы просили спеть. Она говорит, ну, нам такие люди нужны. И она говорит, если хотите, я вас под первым числом запишу, и вы будете учиться. То есть это после девятого класса. А это был какой? Что это было вообще за сестра? Это экономический. А, экономический. Да, 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 вот этот. И больше я не вернулась в школу. Я позвонила родителям, сказала, мама, ты должна прийти в школу, забрать. Ты поступила в институт раньше, чем положено? А, нет, после девятого. То есть я пошла в десятый класс, в школу. Ну, после девятого нельзя поступить в институт. Это было среднее, и потом меня перевели на высшее. То есть я училась там больше, ну, шести лет. Ничего себе. То есть сколько-то. Круто. Ну, я в параллель потом училась театрально. Кайф. Ну, и вот, хорошо, ладно, ты поступила, училась на экономиста, пела там, периодически. Пела, я там выступала. Ты училась? Да. Я училась в музыкальной школе, и потом, до театрального факультета, в параллель я поступала еще на музыкальный факультет, в Ростропович у нас есть такое училище, на пианистку. Ну, то есть ты вообще, ты на фону. А, ну да, конечно. Ну-ка, ну-ка. А вы можете знать, потому что Танечка учила. Использовали этот труд. Я использовал этот труд, да, господи, как я забыл, да, я же это знал, под это все писал. Круто. Ну, то есть она сама это делала. Это не то, что ей кнопочки, клавиши показали. Никто не показывал мне клавиш. Ничего никто не показывал. Прислали ноты. Все, прислали ноты, Таня все учила. Замечательно. Хорошо. Ну, вообще, то есть все это в Воронеже, естественно, происходило. И твое там... Там жизнь. Жизнь там. То есть она там, сюда она переметнулась, она частично не так давно, как переметнулась. Знаешь, я расскажу вкратце историю, она тоже не очень интересная, но... Постарайся придумать какие-нибудь подробности. Подробности. Какие-нибудь такие. Придумать, да. Давности, да, что-нибудь, чтобы было интересно. Нет, на самом деле, все, нет, инопланетян в моей жизни пока не было. Ну, это ты как-то занимаешься. У нас тут полплощадки инопланетян. Ну, ладно. В общем, я училась на театральном факультете, и потом я поняла, что мне хочется поступить в московский институт, потому что нужно получать там образование, там больше как бы, ну, девайсы и так далее. И я поступила туда, в ГИТИС. Сюда. Туда? Туда, сюда. Мы не в Воронеж. Сейчас мы здесь. И мы здесь теперь, да. Я поступила туда, и такая история произошла, что я ждала звонок от родителей уже уезжать в Москву. И родители мне не звонили. И я не понимаю, почему они мне не звонят и не провожают? Я еще так обидела, что, ну, что такое? И я звоню сестре своей родной и говорю, Оля, понимаешь, меня родители даже не провожают. Я уезжаю, неизвестно вообще, когда я приеду. И она говорит, Таня, ты что не знаешь, у нас дом сгорел. Я говорю, в смысле? А они мне не говорили, мне не говорили родители, чтобы я уехала, потому что знали, что я останусь. И я звоню папе и говорю, папа, вы мне не сказали? И он говорит, ну, вот так и так. И, естественно, я приняла решение, что сейчас, ну, нет материальной возможности мне учиться в Москве. Дом? Частный дом? Частный дом, да. Весь, абсолютно все сгорело. Ничего себе. И у меня еще младший брат только родился и настроив в семье, я поняла, что, ну, без вариантов. Мне нужно просто сейчас оставаться в городе, где-то работать, искать работу и помогать материально. И вообще помогать родителям, быть там с братом. Я осталась таким образом. То есть в ГИСе ты не училась? Нет. А могла бы с Петровым учиться? А могла бы! Я попала бы с этим вот еще раньше. Видишь, судьба как нас развела? Правильно, потому что как бы потом мы бы не сработали. Это было бы, да-да-да. Я была бы на расстоянии. Пять лет больше бы тебя докапывался. Татьяна, ты-да-да, ты-да-да, воронеж, воронеж, ну, это же знаешь, Саша не знает. Да, слушай, ну, ничего себе, скучная история. Да, ну, я и таким образом я осталась и училась в Воронеже. И училась там. Да, потом меня взяли, я была на четвертом курсе в театр, и, естественно, все так закрутилось. Вот, но это, в отличие от, там, остальных наших ребят, учитывая возраст Татьяны, это было не так давно. Потому что когда они говорят, там, на четвертом курсе, ну, Татьяна, это было когда? Ну, года три назад, получается. Нет, ну, совсем недавно. Ну, то есть ты еще практически, ты закончила учиться-то? Да, я уже служу в театре. Ну, это же, по-моему, я бы другому не должно мешать. А почему вы говорите, служу в театре? Мне всегда так было интересно. Служу, мне просто нравится, что я кому-то хоть служу. Слушай, нет, ну, все всегда говорят, ты не знаешь, откуда это, мне просто интересно. Служу, слушай, наверное, это из умных книг, спроси у Саши Петрова. Он учился в детстве, он знает. Да? Хорошо, сейчас мы, это оригинально. Смотри, а такой вопрос, просто чтобы узнать, ты из наших или из ихних? Ну, скорее всего. Из ихних? Из ихних, из их. Да, вот если сейчас появится какой-то страшный демон, я не знаю, почему я искал демон, потому что увидел рога наверх. Ну, господи. Вот, ну или это. И он такой скажет, Таня, я даю тебе выбор, я уничтожу одно из двух, а второе останется, но ты должна выбрать. Я уничтожу театр или кино, но всегда. Что ты выберешь, чтобы осталось, театр или кино? Но если ты не выберешь, исчезнет все. Да ладно, Илья, ну это такой провокационный очень вопрос. Очень провокационный. Очень. Ну, ты сейчас скажешь, что я не из ваших. Конечно. И потому что я знаю, как Саша ответил бы. Как бы Саша ответил? Я не уверен, что Саша бы ответил кино. Я уверена, что Саша. Не думаю. Ты думаешь? Мы сейчас его спросим. Давай вот прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо давай заканчивайте и пойдем спросим интересно. Нет, нет, нет. Сейчас. Подожди. У нас есть такая прекрасная техническая возможность. Настюша, а Саша Петров спит у нас? Отдыхает или что-то такое? Нет, вроде. А ты можешь подойти к нему сраться и нам надо задать ему по рации один вопрос? Мы тут у Тани интервью берем и нам очень важно. Да я задам. Секунду. Извини, Танюшка, погромче сделай. Прости, не знаю как. Так. Саш, это Таня. Добрый вечер. Саша, у меня к тебе серьезный вопрос. Я хочу спросить, если появится человек в твоей жизни, который спросит у тебя, Саш, выбирай либо театр или кино, но ты должен выбрать что-то одно. Если ты что-то выберешь, то есть если ты ничего не выберешь, все это исчезнет. То есть у тебя есть выбор, либо театр, либо кино. Но ты выберешь вот одно, и второй исчезнет. Второй исчезнет. Сразу же. Кино. Я знала. Охренеть. Саш, я знала. Я в тебя верила. Невероятно. Даже я не был уверен. Я была уверена. Приятного аппетита. Спасибо большое вам. Приятного аппетита. А твой ответ? Блин. Ну. Конечно же я могу логически объяснить сейчас почему и так далее, и так далее. Но скорее всего я выбрала театр. Ты бы выбрал театр. Да это я даже могу объяснить за тебя. Ну ты как-то... Я не из вашей банды, да? Нет. Тут дело не в нашей банде. Красные кеды ты заслужила в любом случае. Тут дело не в этом. Дело просто интересно. Как бы... Ну я понимаю, что он тебе ближе. Ну то есть я вот не могу понять, что такое театр. Для меня это сложно. Ну то есть я не могу понять, что он такой для человека. Ну потому что для этого надо учиться, понимать это все. Клево. Окей, хорошо. Ты выучилась. И как ты попал в этот театр? Как попадаешь в театры? Меня пригласил режиссер. То есть меня где-то увидел этот режиссер. На каких-то студенческих спектаклях? Видимо, да. Он приходил. Не знаю. Я никуда никогда не пробовалась. Вот в чем история. Ни в кино, ни куда-то. У меня не было каких-то попыток себя показать. То есть все у меня случается вот так, как случается. Наверное, к счастью, но это так облегчает. Я как бы так расслаблена существует. Да, да. Он просто приехал, посмотрел, видимо, какой-то отрывок там или еще что-то. И сказал, что вот мы вызываем артистку, пусть она попробует. И на четвертом курсе я сыграла главную роль в спектакле. Его номинировали на маску. Это был очень сложный спектакль по Платонову. Это сейчас еще что-то номинировали. Это потом еще что-то номинировали. Это первый спектакль. Можно попросить волосы чуть-чуть с микрофона? О, да. Он не сильно мешает, но... Да, конечно. Я понимаю. Я думаю, что люди, которые у нас все переживают за звук. Никакого не слышно! Ничего не слышно! Сережа, привет! Да, да. Я здесь. Да, окей. И? И все. И он меня утвердил. И он сказал, будем репетировать. Когда ты маску-то получишь? Ты уже заколебала. Я болею, болею. Бери маску. Боле еще. Боле еще. Маску давай. Я принесу. Как получилось, я принесу. Хорошо. Для тебя. Да, да, да. Вот сколько ты была номинирована раз? Нет, как актриса я была номинирована. В спектаклях много раз. Ну, сейчас даже не скажу. С одним спектаклем мы взяли маску. Ну, а вот крайний раз я номинировалась как артистка. Как главная женская роль. Мне нужна такая, которую можно, чтобы ты могла забрать ее. И показать. Вот мое. В спектакле понятно. Ты у них же не отберешь ее. Нет, нет, нет. Это уже номинация как артистка. Это было очень удивительно и приятно. Во-первых. Мы ждем еще номинации от тебя? Да. Я продолжаю работать. Немножко порекламируем тебя. Потому что ты же перевела деньги. Я должен как-то отработать. Рекламирую спектакль. Рекламирую спектакль Петрова. Расскажи про свои главные роли в театре. Мы сейчас вернемся к тому, как ты туда попала. И что на массаже происходит? У тебя сейчас вообще... Сейчас такой, да, завал происходит. Играю я Катерину в Грозе. Вот. Сложно. Очень. Вы едете, вы гастролируете? Да, вот в Петербург поедем через дней пять, наверное. Ребята, кто из Питера? Через дней пять все на Бобенково. Да, по-моему, тринадцатого... Нет, двенадцатого спектакль, по-моему. Ну, найдете где-то там. Да. Присылайте фотографии и все такое. Берите у Танечки автографы там. Или так, сейчас уже не берут автографы, сейчас просто фоткаются. Фоткаются в основном, да. Автографы берут еще? Ну, берут. Да? Берут. Ну, прекрасно. Вот берите у Танечки автограф, это она... Я недавно была на спектакле и сижу просто как зритель смотрю спектакль. И после спектакля подходит женщина и дает мне вот это, как листовка с этим спектаклем, с названием, да, программка. То есть я в нем не участвую. И она мне дает эту программу, говорит, подпишите. Я говорю, так я не участвую в нем, ну, все равно подпишите. Окей. Вот. Ну, хорошо, ладно. Попала ты в театр, ты не сразу же получила главные роли? Сразу. Сразу? Вот это главная роль, да. Какая? «Четырнадцать красных избушек сувенид», это главная роль. А, это ты сразу попала на главную роль? Да, и вот сразу этот спектакль... Беспредел попахивает почему-то. «Через постель». А, ну, это по... Это мы тут все через постель, и у нас тут через постель, естественно. С Ромой Поповым через постель. За что делать, как бы. Всех приходится так отбирать. Но и потом были главные роли. У тебя же там... Ну, то есть у тебя... Да. Я помню, ты была где-то там... Ну, не в смысле на каких-то вторых ролях, но у тебя было... То есть когда у тебя появилась Катерина, это у тебя она же появилась не так... Ну, смотри, я сыграла главную роль. Потом я должна была быть занята. То есть мне платили зарплату, я должна ее отрабатывать. И один спектакль, ну, это не канала. То есть такого не бывает, что там, типа, как в футболе на скамейку посадили, как запасной, там и сидишь. К счастью, в нашем театре нет. Ну, к счастью, режиссер Михаилович Бычков, он был заинтересован во мне. Поэтому я играла очень много. То есть я играла во всем репертуаре. Я играла там 17 спектаклей в месяц. Я играла все. Я там могла петь на заднем плане. Но, тем не менее, в параллели с этим я играла главные роли тоже. Ты должен работать как бы. Ты должен отработать свои, не буду говорить, сколько рублей. А, было бы интересно. Но ты должен их отработать по полной. Ну, по полной. Просто по полной, да. То есть вкалывать, прям вот, и шачить, как говорят у нас в ролях. Не то, что кино, что эти сколько-то рублей ты можешь получить сзади. Я не получаю столько в месяц. Пока. В театре. Пока еще. Нет, и... Ты получаешь меньше? Ну, да. Или я тебе переплачиваю, или театр не доплачивает. Так, закрываем эту тему. Видимо, не доплачивает театр. Хорошо. Ну. Да, да, да. Ладно. Нет, на театр платят столько, сколько... Я понимаю, театр это государственное учреждение. Столько артист. Ну, конечно, да. Ваше учреждение, ну что вы хотите, зарплата бюджетника. По сути, ты бюджетник. Да, но у нас хорошая зарплата, на самом деле, в театре. Правда, хорошая. Для Воронежа. Для Воронежа. Да. Исключительно. Вы естественно. Конечно, да. Продолжение следует...